За заслуги и преданность делу губернатор Сергей Морозов вручил отличившимся жителям Ульяновского края государственные и региональные награды. Церемонию приурочили к 77-й годовщине со дня образования Ульяновской области. В зале представителей Ульяновской области. Представители разных профессий, действующие специалисты, ветераны отрасли, инженеры, авиаторы, военные, педагоги и журналисты. Все те, кто посвятил любимому делу жизнь. Анна Комиссарова водитель троллейбуса с 30-летним стажем. Быть руля электротранспорта, как признается женщина, выбор осознанный. Будучи 18-летней девчонкой, по примеру дяди, она пришла в депо, где трудится по сей день. На любимой работе Анна познакомилась и с будущим супругом. Самая сложная, наверное, графика работы, особенно для молодых. Все праздники, все выходные мы работаем. А радость, какую больше всего приносит профессия? Радость? Ну, наверное, в двух словах это невозможно сказать, объяснить так. Ну, просто, да, когда город просыпается, очень приятно, когда все еще спят, как просыпается природа, все это очень приятно. Галина Знаенко в системе образования 39 лет. Из них 35 трудится в Ульяновском авиационном колледже. Женщина признается, что прошлась по ступенькам карьерной лестницы. От секретаря комсомольской организации до заместителя директора. Прежде всего, надо любить эту профессию, любить детей, любить студентов, потому что по-другому здесь нельзя. Да, действительно, это сложная работа, но, тем не менее, когда любишь детей и профессию, находишь общий язык со всеми, и с родителями, и со студентами. Тем более, что многие из родителей были тоже уже моими студентами и теперь привели к нам детей своих. И это очень приятно. Звание заслуженного работника здравоохранения получила Елена Алмакаева. В 1986 году, закончив училище, пошла работать санитаркой в хирургическое отделение Ульяновской областной больницы. В 2005 году получила высшее сестринское образование. Елена признается, что ради блага людей готова трудиться круглые сутки. Поэтому, несмотря на свою руководящую должность, часто работает обычной медсестрой. Это, наверное, призвание быть медицинской сестрой. И просто обычные люди в медицинскую профессию не могут идти. Это должно быть в сердце, любовь к людям, отношение хорошее к людям. Меня моя профессия очень устраивает. Даже санитарки, мне нравится помогать людям. Рядом с Анной Галиной на доске почета теперь будет висеть и фотография 32-летнего инженера-механика Сергея Бакальского. Мужчина трудится на одной из кондитерских фабрик почти 13 лет. На производство пришел грузчиком, а теперь следит за качеством производственной линии. Вообще работа приносит радость. То есть сплоченный коллектив, когда приходишь и все вместе, это дает большой плюс. А трудности, это работа. Трудностей не бывает, надо трудности преодолевать и идти к новому, с чего-то. В этот день в Дворце культуры губернаторской чествовали специалистов, чья работа связана с рождением человека и со спасением его жизни. В одном зале под смех и плач малышей собрались акушеры, медицинские сестры, неанатологи, педиатры, бригады скорой помощи, а также родители, которым специалисты помогли выходить их детей. Так, в 2019 году родилось почти 11 тысяч детей, при этом жизни части из них зависели именно от профессионализма медработников. Я с огромным удовольствием вас приветствую в Дворце культуры губернаторской на нашей вот такой вот необычной для других регионов Российской Федерации встрече. Тем более, что встреча имеет возможность еще раз друг на друга посмотреть. Посмотреть властям на своих замечательных врачей, на своих замечательных семья, семьям посмотреть на своих замечательных детей, которые появились благодаря нашим замечательным докторам. Румья Сидорова – врач и анатолог высшей категории. Женщина работает в областном роддоме с 1997 года. Семья она единственная, кто связала жизнь с медициной. Румья рассказала, что детским врачом мечтала стать с детства и спустя годы о своем выборе профессии ни на минуту не пожалела. Доктор должен быть добрым, отзывчивым. Но первое качество – это, наверное, любовь к детям. Это самая главная наша черта. Но все остальное – это знание, опыт, умение приходит с возрастом. Юлия Кудрявцева – мама троих сыновей. Самому младшему Илюше сейчас два с половиной года. И мало кто знает, что он родился раньше срока. Илья – поздний ребенок, поэтому проблемы были с самого начала беременности, признается Юлия. Однако поддержка родных, собственная воля, а также профессионализм врачей дали супругам шанс стать многодетной семьей. У нас очень замечательные врачи. С самого начала мне помогли эту беременность сохранить, выносить и благополучно родить. Начиная с перинатального центра нашего Заволжского района и продолжая в областной больнице на сохранении, где я лежала, и там же в роддоме. К слову, в роддоме Ульяновской областной больницы за последние два года помогли больше 1700 новорожденным. Из них 100 были недоношенными, а 32 малыша с врожденными пороками развития. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова